Добрый вечер всем. И у нас сегодня небольшой семинар, посвященный реализации техники Дракон Дроп в HTML с использованием, конечно же, Ява Скрипт. Дракон Дроп, Бери и Бросай, Тащи и Бросай. Ну, технически, на самом деле, то, что я вам буду говорить, это часть моей курса, достаточно редкий курс, посвященный, даже я напишу, html5.api. Вот так он называется, этот курс. На нем мы рассматриваем много всяких интересных вещей, в том числе и вот эту часть, которую мы сейчас посмотрим. Скажу так, когда-то, если может быть кто-то застал старые времена, много лет назад, вот эта возможность взять какой-то один объект на странице, на html5-странице и перетянуть его и бросить на какое-то другое место, на какой-то другой объект. Эта возможность не была никоим образом стандартизирована. Поэтому все разработчики писали свой код. Понятно, код был разный, плюс ко всему в те времена была проблема, так называемая, война браузеров. Поэтому для того, чтобы написать код кроссбраузерный, требовалось еще немало телодвижений. Но потом с приходом html5, и не только html5, а с его, так сказать, частью API, в которой было много реализовано дополнительных возможностей, у нас теперь никаких проблем нет. Можно забыть, как кошмарный сон, то, что раньше делали, то, что раньше делали. И давайте посмотрим, как это все получается. У меня здесь пока на данный момент ровно один простой diff, в котором написано hello world с идентификатором неким. И здесь я, соответственно, в скрипте делаю выборку этого элемента в переменную, которая так и называется diff. Ну, здесь небольшой, вы видите, да, в стиле музана, чтобы можно было увидеть этот diff внешне. И если мы сейчас посмотрим на то, как это выглядит в браузере, сразу откроем панель инструментов, чтобы она у нас под рукой была, она нам будет нужна. Вот у нас, соответственно, этот самый diff. И вы видите, что если я его вот так зацеплю мышкой, то, собственно говоря, никакого даже внешней эмуляции того, что я его куда-то тяну, у нас нет. Для того, чтобы хоть что-то произошло, да, то есть что у нас появилось в HTML5 API, касающейся техникой drag and drop. Каждый узел на странице, узел типа элемент, получил свойство drag and drop. drag, то есть теперь достаточно выставить его значение true, что я сейчас и делаю, да, и мы, обратите внимание, я перезагружаю страницу, и мы видим, что уже он оторвался. Вот, своих корней, видите, да, то есть видно, что некая происходит, некая эмуляция перемещения, вот, таким образом. Ну, сразу скажу, то, что мы внешне видим один в один, как видите, да, прямо с рамочкой, с текстом, то есть отображение этого элемента, это не обязательно так должно быть реализовано во всех браузерах, да, то есть в данный момент у меня я делаю проверку в браузере Chrome, то есть, например, в каком-то браузере может быть просто некая рамка, которая обозначает его, да, не обязательно так, вот, но тем не менее. И вы видите, что рядом, пока я его оттаскаю, курсор похож на запрещающий знак, то есть говорит о том, что ты его оттаскаешь, но бросать его некуда, да, по крайней мере сюда его бросить нельзя. Прежде чем мы начнем его куда-то бросать, да, вот, бросать, давайте разберемся вот с чем, так, что у нас, понятно, что если я его зацепил и начал с ним что-то делать, то логика нам подсказывает, что у нас должны быть какие-то инструменты для того, чтобы это можно было контролировать, да, то есть тащу я его еще или уже не тащу, закончил тащить или что-либо еще. Так вот, как только элемент у нас становится вот таким вот, как я сказал, dragable, то есть мы его объявляем перетаскиваемым, то есть его можно перетащить, у него, соответственно, появляются три свойства, которые мы должны описать в виде функций, то есть это имена методов, которые нам необходимо описать. Первый называется onDragStart, onDragStart, так, само название его говорит о чем? Что это, соответственно, событие, да, будет этот метод, который мы сейчас опишем, будет срабатывать при начале перетягивания, перетаскивания, таскания, да. Давайте попробуем это дело описать, просто выведем в консоль, просто выведем в консоль и напишем здесь что-нибудь типа start, банальное, да. Вот. Идем сюда, берем его, дергаем, и вы видите, что как только я его сдвинул с места, у нас произошло событие DragStart, и, соответственно, исполнился наш метод. Хорошо. Вот. Второе. Логика подсказывает, опять же, Я просто хочу, вспоминаю логику, чтобы было понятно, да, что очень часто, когда мы с чем-то сталкиваемся, не всегда знаешь, что надо искать, то логически рассуждая, можно прийти к каким-то выводам, хотя бы в какую сторону смотреть и о чем искать, да. То есть, если мы говорим, ага, если у нас есть onDragStart, то, скорее всего, у нас должно произойти событие, когда мы заканчиваем это дело, правда. Вот. Оно у нас есть. Я даже здесь, видите, да. Вот. Я просто откопирую эту строчечку. Оно называется onDragEnd. Опять же, все достаточно логично, да. onDragEnd. Мы сейчас здесь напишем, соответственно, End. Идем сюда. Пробуем. Опять же. Берем. Сдвинули старт. Вот мы ходим, ходим, ходим. Как только я отпустил мышь, End. Отрабатывал. То есть, вы видите, да, что у нас полный контроль. Мы можем начало и конец нашего движения, нашего элемента, отлинить. Отлично. Теперь, следующий момент. Следующий момент. То, что происходит между ними, да. То есть, нам нужно, естественно, должна быть возможность отслеживать непосредственно самого применения. Перемещение. Такое свойство у нас есть. Оно так и называется onDrag. OnDrag, да. И, опять же, сплошное у меня фактически пошел копипаст. Ничего особого не делаю, да. Вот. Пометим. Пометим этот самый драг. Вот. Идем сюда. Берем. И вот оно. Ну, вы видите, здесь цифирки побежали, да. То есть, мы видим, что каждое фактически, вот, видите, да. Пока я что-то делаю, тут нам Firefox, извините, Chrome, вы знаете, да. Он экономит нам место, чтобы 646 строк не писать, поскольку одинаковые. Все то же самое событие. Между ними разницы нет. Ну, вы видите, что пока я тут его тягал, произошло 646 раз. произошло событие так. То есть, мы можем очень четко, там, миллисекунды, все это дело отследить, проверить, как, что, зачем, почему. То есть, у нас над этим делом полный контроль действий. Полный контроль действий. Что уже хорошо. Так. Теперь, следующее, да. Давайте сейчас мы, я это дело сделаем так, да. Это мы хорошо, это мы хорошо посмотрели. Это я закомментирую. И у меня здесь есть две картиночки неплохие. Давайте я дорисую две картинки. Просто, чтобы у нас побольше было. Мы им сразу, картинки мы дадим айтишничек, потому что у меня их две. Назовем их, например, i1. И сразу dragable выставим здесь же в true в виде атрибута HTML элемента. У меня картиночка, как она у меня там, green, green, pink. Вот она у меня, простой квадратик красный, да. Простой красный квадратик. И сделаем вторую точно такую же картиночку. Дадим им два и назовем ее red. Таким образом, у нас три объекта в данный момент, да, сейчас посмотрим, как они у нас подцепились. Да, вот они, большая какая-то, очень, давайте поменьше, поменьше сделаем. Вот так вот. Это, это, и это, и это, и это. О, ну, более-менее, более-менее пусть будет так. Так, вот, и теперь у нас три объекта, три объекта, все три dragable. У этих двух я прописал, еще раз говорю, это свойство в качестве атрибута HTML элемента. У этого я динамически его задал уже непосредственно в скрипте, на самом деле, по барабану, чего и как делается. Вот, но нам нужно, понятно, что все то же самое мы можем сделать сейчас с этими картинками, нам нужно куда-то это дело кидать, друзья мои, да, кидать. Давайте, опять же, здесь мы сделаем div, вот такой div. он пустой, назову, и так я ему дам id area, и для того, чтобы можно было его увидеть, да, я, давайте я вот это сделаю так, это у меня будет div tht, он называется, да, чтобы разделить. А этот сделаем div id area, и мы просто зададим ему побольше, я думаю, что 200 хватит, вот так, да, размер. О, отлично, да, вот это будет место, куда мы, соответственно, попытаемся все это дело, видите, я им dragable задал, да, то есть они теперь у нас перемещаются, да. Вот, теперь мы попытаемся все это сюда бросить, да, бросить, но прежде чем мы начнем это все дело бросать, поговорим о самой вот этой ареи, да. Вот, во-первых, начнем с того, мы ее здесь выберем сейчас, вот я ее выберу, так и назову area, 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 так, вот. Вот, и поскольку я собираюсь бросать в нее что-то, то если я хочу, чтобы элемент был бросательный, скажем так, да, то есть над ним чего-то такое будет, что-то над ним будет там случаться, вот, то у этого элемента точно так же появляются, да, но они нам даны. Он драг-энтер, он драг-энтер, опять же, нетрудно догадаться, что это свойство отрабатывает, событие отрабатывает, напишем, как и в прошлый раз, энтер, когда что-то происходит, да, у нас. Когда, скажем так, бросательный, то есть тот, который тянет элемент, он заходит над этим элементом, да. Далее у нас есть, то есть, ну, как бы в ходе, да, у нас есть он драг-овер, он драг-овер, так, вот здесь вот, в принципе, есть еще вот такая вот штуковина, когда мы над ним. Он драг-лив, он драг-ли-авер, лид, вот, и, соответственно, точно так же у нас сейчас будет реакция, да, еще раз, смотрим, вот я взял, вот я взял, сначала срабатывает энтер, да, то есть я пошел в него, раз, я теперь над ним, точно так же овер, и я вышел, покинул, да, эту зону, то есть все отлично, да, все замечательно. Осталось разобраться, да, то есть вы видите, здесь полный контроль у перетаскиваемых элементов, полный контроль у элемента на, который мы все это дело патчем, да. Вот, теперь, как нам все-таки зафиксировать, чтобы я взял вот эту картинку и сюда, и бросил, и она там осталась. На самом деле ситуация очень простая, то есть на самом деле надо понимать, что ничего физически никуда не таскается, все это эмуляция, как бы, да, сделать это все должны мы, но для начала мы должны зафиксировать, что как бы осуществлен бросок, да, то есть когда пользователь берет это все тащит сюда, и если он, еще раз говорю, да, смотрите, здесь энтер, оверлифт, энтер, оверлифт, но когда он вошел, и когда он здесь отпускает мышку в данный момент, вот когда он отпускает мышку, то здесь у нас срабатывает событие, здесь срабатывает событие, которое называется, так и называется onDrop. Собственно говоря, самое важное событие, самое важное событие это onDrop. Соответственно мы сделаем что? Area onDrop, и давайте мы не будем, здесь уже функция чуть получится побольше, поэтому мы просто дадим ей название, вот так, мы привязываем функцию onDrop, да, вот, а саму функцию, саму функцию мы где-нибудь здесь, давайте опишем function onDrop, как и во всех функциях сюда прискакивает событие, да, будет бросаться текущее, которое произошло, да, и мы сейчас опять же давайте увидим, должны увидеть, как что-то, может быть, произойдет, да, может быть, произойдет, а может и нет, да, итак, вот мы пошли, вот мы бросили, и вы видите, ничего не произошло. Почему? Дело в том, что для того, чтобы onDrop отработал, для этих целей мы должны определить, собственно говоря, либо onDropOver, либо onDropLift, ну мы, например, сделаем onDropOver, причем который будет очень простым, который будет очень простым, и который будет просто банально возвращать false. false, вот так вот, вот, Дракобер должен вернуть false, да, вот, если мы сейчас так сделаем, все очень хорошо, все произошло, то есть, понятно, не только false, понятно, в Дракобере мы можем что-то сделать, но главное, что он должен вернуть false. В моем случае я ничего не хочу делать, я просто верну, и вот оно у нас есть, видите, да, это и здесь работает, это и здесь работает, уже хорошо. Это такой нюанс очень странный, потому что, хотя, казалось бы, может возникнуть, да, ситуация, каким боком одно к другому имеет отношение, мое личное мнение, это достаточно странная вещь, да, вот, потому что можно, как бы, эти три вспомогательные функции, вот, но тем не менее, тем не менее, это так, onDropOver должен быть, как бы, открыт, что угодно делаем, но он дальше возвращает в false, тогда мы можем отловить соответствующий наш onDrop, вот, вот onDrop, да, а теперь, друзья мои, что у нас, давайте бросим, соответственно, наши картинки, наши картинки, да, а картинки будут очень простые, смотрите, как бросаем, да, green, берем, или как я ее назвал, а, я еще не вытекал, да, ага, давайте так сделаем, значит, green, green, вытягиваем green, да, значит, green, это у нас, let green, это у нас, берем картиночку, i, i1, да, я ее обозвал, кажется, да, и привязываем к onDropStart, onDropStart, функцию, мы ее не будем именовать, мы ее уже прямо здесь впихнем, наверное, да, мы ее в перевязанность функцию, вот так вот, далее мы делаем здесь следующее, смотрите, у нас, понятно, в любую функцию, которая у нас привязывается к тем или иным способам, так, вы видите, у нас есть у этого события, у этого события, у него есть такой контейнер, свойство, которое называется дейтатрансфер, 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 это такой словарь, как бы, да, дейтатрансфер, мы можем туда, ну, само, собственно говоря, на самом деле, его можно, сразу так скажу, его можно использовать вообще для разных целей, но сама идея, да, само имя, оно намекает, как бы, для чего это было придумано, да, то есть для того, чтобы данные передавать, да, для трансфера каких-то данных, вот, для того, чтобы мне там, а это, как бы, еще раз говорю, словарь, словарь стандартный ключ-значение, ключ-значение, вот, соответственно, что-то задать, у него есть метод, который называется saveData, он так и называется saveData, в котором мы двумя, собственно говоря, параметрами и определяем, сначала мы определяем ключ, ну, например, я его назову контент, контент, да, ключ, чтобы можно было найти, а вторым параметром я передаю туда все, что угодно, все, что угодно, ну, в данной ситуации мне нужно, то есть мне нужно передать, мне нужно передать туда, например, я хочу информацию о том, кто в данный момент перетягивается, то есть вот этот элемент green, для того, чтобы можно было здесь, внутри onDrop, внутри onDrop, да, вот здесь, чтобы я мог его считать, ну, самое легкое, давайте мы через tagget, мы у события берем, tagget, это, собственно говоря, tagget, это ссылка на сам элемент green, да, и у него есть ID, например, мы берем идентификатор, то есть технически, что мы теперь сделали, мы вот в этом, как бы, словаре, который у события, мы установили, вот тебе некие параметры, да, данные, которые имеют ключ по имени content, которые содержат ID-шки какого-то элемента, в нашем случае, там, i1, i1, вот, что это дает? Дело в том, что, когда у нас теперь на нашей area сработает вот этот вот onDrop, да, сработает, я сейчас эту уже беру, onDrop, то нам тоже точно так же сюда прилетает событие, а поскольку событие это условно общее одинаковое, да, то у него точно так же то же самое свойство трансфера, да, например, трансфер, только у него есть, соответственно, ну, опять же, логика нам подсказывает, что если у нас здесь называется setData, то для того, чтобы его получить, у нас есть getData, getData, да, getData, и мы, понятно, указываем, что, какую данность, данных может быть много, мы указываем вот этот вот, как бы ключ, да, дай мне вот эти данные, дай мне вот эти данные, да, вот, в нашем случае, да, ну, а дальше уже в зависимости от того, что нам нужно, поскольку это идентификатор, да, то я, понятно, могу что сделать, давайте я опять сэкономим место, я сразу же получаю элемент по этому идентификатору здесь внутри, здесь внутри, да, let object, то есть какой-то объект, правильно, да, то есть я говорю, возьми, дай мне элемент, элемент, у которого идентификатор какой-то, такой же, как передали вот здесь, там i1, ну, и дальше уже дело техники, дальше уже дело техники, я и target, это у меня area, поскольку он drop сработал на area, на area, да, вот, я, соответственно, у него и target, тут уже сами решаем, что нам делать, ну, ребенком, последним ребенком, добавляем, да, наш объект, наш объект, вот таким вот образом, ба-ба-ба, вот, попробуем посмотреть, что у нас здесь получилось, берем зеленый, бросаем, вот он зеленый, берем красный, бросаем, вот он, наверное, или там что-то, он drop, куда бы там красный, он сделал, так, execute append child, он node, параметр 1, сейчас я, посмотрим, так, что он с красным, наверное, с красным, что-то не так, red, одинаковые, i1, i2, драгабл, драгабл, а, ну да, конечно, я же для красного-то не определил, кто-то делает зеленые, ii, sorry, конечно, и большой копипаст, это уже red, соответственно, это у нас i2, вот, ну, здесь мы red присваиваем, ну, понятно, можно было на самом деле сэкономить место, функцию сделать, на всех, да, вот, для понимания, да, ага, вроде бы я все сделал, косяков теперь нет, запускаем это дело, смотрим, зеленый бросился, красный, очень хорошо, точно так же бросился, видите, да, вот, ну, это если чисто вот мы сделали, как мы хотели, да, то есть было там, пришло сюда, да, то есть понятно, что все делается руками, как бы, да, то есть понятно, что никто никуда физически не перетаскивается, просто внешняя, скажем так, эмуляция, для перетаскивания, да, перетаскивания куда-то, опять же, нам даны вот эти свойства, которые являются методами, да, для событий, и главное, что у нас между всеми этими свойствами во все функции приходит объект события, объект event события, да, и у него есть, как я уже сказал, объект data transfer, вот, он общий на данные, естественно, события, куда мы с помощью set data можем поставить какую-то дату, какие-то данные в виде, опять же, некий ключ, чтобы можно было отыскать, и какое угодно понятное значение, здесь можно строчку впихнуть, чего угодно можно впихнуть, понятно, да, вот, и, соответственно, через метод get data, get data, put data transfer, мы все это дело получаем, предположим, обратно, получаем обратно. То же самое, поскольку у нас здесь, поскольку у нас здесь получился наш div, давайте до кучи, до кучи мы еще и div сделаем, где он у нас тут был, а, он здесь, да, точно так же, точно так же сделаем div, например, логически, в новых комментариях, так, вот здесь, да, логически, это наш div, это наш div, в div делаем все то же самое, обратите внимание, да, все то же самое, ага, ага, все то же самое, вот, и, вот, зеленое, вот, красное, а вот наш div. очень хорошо сюда, например, зафиксировано. но, там, опять же, обратите внимание, что у меня весь целиком сюда пришел div, правда? Естественно, у меня возникает вопрос, ну, например, например, да, вот как сделать так, чтобы можно было вот так же, например, вот я предположим перетягиваю, но сюда бы пришел не div сам, а только, например, текст из него, правда? Да, например, hello world, а там, остался. В этом случае, опять же, тут все зависит от нас, все зависит от нас. мы можем сделать точно так же, на самом деле, честно говоря, передаем идентификатор, идентификатор, да, вот, а, соответственно, в нашем ондропе, в нашем ондропе, в нашем ондропе, здесь у нас будет ситуация какая, да, вот мы взяли его, взяли его и выбрали, то есть это у нас div получился, да, я сейчас, сейчас чуть-чуть у меня картинки не будут работать, да, я под div просто показываю, да, соответственно, это div, если, если это div, то у divа, соответственно, у нас какой-то, это будет, наверное, кто у нас там, first child, first child, first child, получится, да, мы сюда бросаем, каким-то образом, да, вот так, вот так, вот, например, вот, вот у нас текст, все, просто взяли текст, раз, текст, вот, например, вот, а если, а если мы, например, если мы, например, хотим, чтобы текст сюда, а вот это вот, исчезло, вот это исчезло, да, то понятно, опять же, все в наших руках, да, мы можем сделать, где у меня там был div, опять же, мы можем сделать div, on drag end, on drag end, после того, как его драгнули, да, function, и что мы делаем, после того, как мы его туда бросили, драгнули, нет, мы можем сделать так, и tagget, это, соответственно, у нас div получается, да, и tagget, style, например, border, как мы его можем увидеть, ну, как минимум, просто убрать, да, чтобы его не было видно, но, прислали, да, разные всякие варианты, можно так, можно так, можно так, все, да, пробуем сделать, ну, вот, пожалуйста, да, ну, он остался, понятно, здесь место, потому что в реальности он остался, мы его не, а, ну, хотя можно сделать так, чтобы он не остался, да, мы тогда сделаем просто, что ему, мы ему сделаем display, да, мы ему сделаем display в значении, но, будет более грамотно, то, что мы хотели, о, чел, бам-бам, например, его нет, да, его нет, вот, и таким вот, вот, вот у нас, опять же, да, вот основная концепция, собственно говоря, все, что нужно знать для того, чтобы реализовать, реализовать drag drop, да, то есть по большому счету, по большому счету, нужно ровно две вещи, если так, разбираться, да, если разбираться, по минимуму, по минимуму, просто чтобы это произошло, нужно что сделать, нужно элемент, который мы тянем и бросаем, сделать, перетягиваем, то есть установить свойства dragable в true, так, а у контейнера, приемника, в который мы бросаем, нужно сделать, опять же, две вещи, первое, задать метод onDragOver, который просто банально возвращает false, как минимум, да, я минимум рассказываю, да, и описать onDrop, и описать onDrop, вот, после чего, опять же, как я уже сказал, на on, у элемента, который тягаем, описываем onDragStand, и в объект dataTransfer, событийный объект, да, с помощью setData передаем какие-то данные, которые мы хотим передать, а, соответственно, у onDrop, у контейнера приемника, мы, с помощью, у того же объекта dataTransfer, с помощью getData, читаем, то, что нам передали, ну, и, соответственно, с тем, что мы читали, мы уже можем делать сами, что хотим, куда хотим, как хотим, ну, и так далее, да, таким вот образом. Ну, можно, можно еще сделать, можно еще сделать, смотрите, на самом деле, это, как бы, еще раз говорю, минимум, минимум, да, как вы видите, все под контролем, у нас есть три метода у перетягиваемого объекта, три метода у контейнера приемника, можно, например, вот я сейчас у красного сделаю кое-что, посмотрите, например, когда мы тягаем, да, как я уже сказал, не все браузеры могут, вот как у меня сейчас, показать один в один вот этот, эту картинку, например, да, вполне возможно, что покажет, просто еще раз говорю, просто как бы пунктирно будет размерность а самой картинки, которая перетаскивается, не видно, да, и так тоже может быть, кроме того, опять же, смотрите, когда я перетаскиваю, то у меня картинка, она автоматически, в зависимости от того, посмотрите, где у меня мышь, да, например, если я ее в левом верхнем углу зацепил, она, соответственно, в этом месте, да, если я ее зацепил здесь, она вот таким вот образом, да, видите, вот, мне может захотеться это переначить, ну, в частности, например, чтобы точно попасть, правильно, например, мне нужно не просто бросить сюда, а попасть куда-то очень точно, соответственно, я здесь вот так вот, если беру, это я переделал, да, вот, например, так, у меня мышка, то есть я могу нормально совместить угол, правильно, а если, например, человек схватил так, то ему уже сложно, потому что мышка у него в другом месте, правда, да, вот, вот, поэтому мы можем сделать что? Мы можем задать эту картинку, опять же, у data transfer есть соответствующая такая set drag image, set drag image, вот, здесь первым параметром, здесь у нас, условно говоря, два параметра, три, точнее, три параметра, да, вот так вот, соответственно, зачем они нужны? ой, ой, соли, вот так, значит, смотрите, первый параметр, мы передаем картинку в виде объекта, то есть, image, то есть, не обязательно, я сейчас, я сейчас просто возьму ту же самую картинку, и tag, ну, то есть, отобрази самое себя, да, то есть, красный квадрат и ее красный, но мы можем вполне себе сделать так, чтобы картинка была другая, как бы, да, любая другая картинка, у нас может быть какой-то другой имидж, он будет показываться, а здесь, соответственно, здесь у нас, соответственно, координаты, вот здесь, например, 0, 0, да, мышиные, и обратите внимание, теперь, видите, где бы я не цепанул мышку, то есть, даже если я ее беру здесь, то вы видите, оп, видите, то есть, у меня мышь четко в левом верхнем углу, координаты 0, 0, да, там где мышь, что угодно, потому что человек может не знать, очень часто, на самом деле, предположим, надо очень четко, предположим, оппозиционировать, человек об этом не знал, схватил, приходится заново там что-то делать, переиначивать, а опять же, попробуйте вот, например, ну, попробуйте там, точно там, ноль в ноль, спозиционировать, не очень-то удобно, особенно, например, когда у человека нет мыши, а он работает там, на ноутбуке с тачпетом, да, не всегда точно сделаешь, мы можем это сделать, вот, точнёхонька, вот, позиционировали, это делаем, да, вот, собственно говоря, самое, все, что нужно знать, о том, как реализовать драгон, то есть, как видите, никаких, никаких специфических вещей, как это было раньше, там нужно было самому все эти x, y, координаты определять, в общем, был ужас, 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 все достаточно просто, все достаточно просто, вот, ну, и как видите, нам здесь пригодились наши знания, те, которые у нас, собственно, получаем на курсе, JavaScript уровень 1, который полностью посвящен ECMAScript, уровень 2, там, где у нас уже, наконец-то, браузеры появляются, где мы с браузерами работаем, да, а это у нас один из курсов третьего уровня, HTML5 API, как я уже сказал, где мы вот, как раз, то же самое смотрим в DragDrop, и кроме этого, мы читаем файлы, там объект FileReader, и Workery, и Geolocation смотрим, и Canvas, конечно же, на котором что-то можно рисовать, ну, то есть, такие тоже основные части вот этого HTML5 API, которые могут понадобиться, ну, и которые на данный момент востребованы, да. Вот у нас на сегодня и все, по крайней мере у меня. успехов, счастливого Кодинга!